Владимир Любимцев один из главных старожилов Северного трамвайного депо. Работает здесь электриком с самого открытия. Говорит, в связи с поступлением новой техники нужно регулярно обновлять свои знания и квалификацию, ведь каждое следующее поколение трамваев становится технологичнее. Но и о старой технике нужно не забывать, ведь она со временем и износом больше подвержена поломкам. Как говорится, старость не лечится, но сотрудники ремонтных подразделений стараются привести в порядок и тот транспорт, который эксплуатируется уже полвека. Договоры на поставку запчастей были заключены предприятием своевременно. Дефицита деталей нет. Силы и средства в ТТУ нарастили, но если какие-то поломки можно устранить сразу, то другие только в течение нескольких дней. Смотря какая неисправность. Можно за час, можно за 15 минут. Вот сегодня у меня, например, вагон был, короткое замыкание, свет не горел в салоне. Я устранил за 15 минут. Но если выйдет из строя редуктор, уже здесь 15 минут не обойдется. Надо минимум день. Это только редуктор сделает. А если просел бандаж или колесная пара, это надо выкатывать. Минимум два дня. Сейчас во всех самарских депо ТТУ усилили бригады ремонтников, увеличили количество сотрудников в общей сложности до 60 человек и продлили рабочие смены до 8-9 вечера. Например, в самом большом, северном депо, сотрудники которого обслуживают опорные транспортные магистрали по улицам Новосадовой, Ташкентской в направлении Юнгородка трудятся три бригады, в каждой из которых до 8 человек. Ранее бригада состояла максимум из пяти специалистов. Все это позволяет ускорить процессы ремонта трамваев, прохождение ТО-1 и ТО-2. Много трамваев с тяжелым, со сложным ремонтом, за заменой, где нужно производить выходку трамвайных тележек, менять ступицы, менять оси, менять двигатели. Пытаемся каким-то образом снивелировать это все. Думаю, что еще где-то дней 5-7 надо, чтобы более-менее войти в нормальный график движения трамваев. На линии работают около 125 вагонов. Порой подводит не только старая техника, но и новые трамваи. Их производителю пришлось отказаться от немецкого оснащения. Техническая начинка в новом подвижном составе представлена деталями из Китая, которые не всегда выдерживают суровой российской зимней погоды. ТТУ получило 9 трамваев белорусского производства. В том числе два вагона накануне проходили процедуру приемки, а к вечеру были выпущены на линию. По информации поставщика ожидается, что оставшиеся три трамвая будут отправлены в Самару до середины февраля. В связи с нарушением сроков поставки, которая должна была состояться к началу июля 2023 года, оформляется предпретензия. А окончательная претензионная документация будет направлена после получения всей партии вагонов. Кроме того, направлено порядка 50 претензий, актов рекламации. Это касается нареканий по поводу качества оснащения вагонов. Также на предприятии продолжается работа по модернизации имеющегося подвижного состава старых вагонов «Татра Т-3». Выполнят их капитальный ремонт. До 31 марта муниципальное предприятие рассчитывает получить три новых кузова, которые будут установлены на полностью отремонтированные специалистами ТТУ тележки чешских вагонов. Сначала установка пройдет с участием партнеров, а потом ТТУ намерено заниматься этим самостоятельно. Есть намерение закупить еще около 10 новых кузовов. Такой способ капитально-восстановительного ремонта оправдает себя, считают специалисты. Это почти вдвое дешевле нового трамвая. Несмотря на сложности, предприятие совместно с городским департаментом транспорта старается улучшить организацию перевозок. В частности, на маршруты номер 7, 23 и 24 добавили по одному трамваю. Мера принята в том числе с учетом обращений предприятий оборонно-промышленного комплекса. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.